Такие вот места. Романтические, красивые. Можете поселеть, послушать шум прибоя. Вот центральный пляж, где в основном европейцы, много европейцев. Вот туда дальше идёт пара Новосандвич, где индийцы, даже брамины есть. Вот как вы видите, здесь индусский пляж. Сегодня воскресенье. Вообще на пляжах всегда индусов больше всего в субботу и воскресенье на всех. Индийцы играют в крикет, это их национальная игра. Это не самый популярный вид спорта. И вот в том числе на парковке у Северного Клифа. С утра, пока ещё нет кучи машин, вот идёт игра. Ну вот на Северном Клифе прогулочная улица. То есть здесь много ресторанов, кафе, магазинов. И вот здесь можно вечером спокойно так погулять и покушать. Внизу вы слышите шум прибоя, шум моря. Очень много европейцев слышно английской речи. Такие вот места. Романтические, красивые. Можете посидеть, послушать шум прибоя. Давайте вам запишу, какие цены в кафе, в Варкале. Опять выбираю кафе прямо на берегу моря. Классные виды. Тут очень большое меню. Например, овсяная каша, поручь. Это вот у неё панкейки. Это блины. Вот от 80 до 100 рупий. Свежевыжатый сок. Манго или оранж 100 рупий. Ну нормальная цена в кафе. Свежевыжатый сок до 100 рупий. Попробуйте обязательно смузи. Это молочные коктейли. Здесь очень вкусные. Возьмите разные, какой вам нравится. Тосты, сэндвичи. 170 рупий. Кстати, очень большое меню для индейского кафе. Завтраки здесь комбинированные. Очень прикольно. От 120 до 290 рупий. Так, давайте наконец-то к супам. Дошли суп от 100 до 150 рупий. Салаты. 170 рупий. 200 рупий. 220 рупий. Что рекомендую поесть? Это Момо. Это такие пельмени большие. Напоминаю, есть жареные вареные. Я люблю жареные. Допустим, с рыбой, либо с креветками. Вот сиафут. Вот тут стимт, это вареные. Вы можете попросить фрайд Момо. Тогда они будут жареные, с такой крустящей корочкой, как пирожки. Мне больше нравится жареные, кому-то вареные. Стоит задача наесться за небольшие деньги. Берите еду с рисом. Вкусно, наедитесь, недорого. Около 200 рублей. 250 рублей. Вот индийские лепешки всякие. Мне нравится чизнан. Вот он стоит 90 рупий. Вот это лепешка с сыром. Такие доступные места. Цены в варке. Это первый попавшийся кафе, который нам понравился. Красивый кафе. Принесли еду вот так. Где здесь порции? Я заказал себе фут лазанью. Помимо лазанью мне принесли, ну, естественно, это входит в цену. Кучу овощей, кучу гарнира. Это 400 рублей. Ну, конечно, попробуйте обязательно. Ну, индийский чай. Масалу-тим. Это чай с молоком, со специями. Честно, сам год не понимал, как это пьют. Потом как-то попробовал, мне так стало заходить. Я только очень часто здесь его пью. Лепешка с сыром. Ну, конечно, что-то я уже забыл, какие большие порции. Я не знаю, кто это будет есть. А так на байке вообще индусы возят все. Вот я даже, у меня зеркала нет одного. Не заметил, когда байк снимал, зато новый. Вот тут есть огороженные территории. То есть, будьте осторожны, когда делаете фото. Вся варкула расположена на скалах. И люди спускаются вниз купаться. Конечно, здесь по сравнению с Гуа. Ну, именно на пляжах потрясающая природа. Потому что вот такие виды, везде скалы. Вот центральный пляж, где в основном европейцы. Много европейцев. Вот туда дальше идет по Новосамбич, где индийцы, даже брамины есть. Ну, и здесь уже много тоже индусов. Ну, вот здесь, например, есть зонтики, как вы видите. На единственном пляже, где можно подлежать под зонтик. Вообще, вот как таковых шейков с едой, со всем остальным, как в Гуа, здесь нет. Потому что просто море, когда у него прилив, все заливает и поставить их негде. И поэтому все вот наверху. Ну, вот есть такие интересные предложения. Прямо на прогулочную улицу. Полный массаж тела. 60 минут. 500 рупий. 500 рублей. Прямо на берегу моря. Есть итальянское кафе. Такое место, оно, конечно, подороже по цене. Но мне очень нравится. Очень красивые виды. Душевная атмосфера. Богатый выбор меню. Сейчас я вам запишу цены. Из этого кафе вполне доступны. Готовю, ну, для одного-двух раз, чтобы здесь посидеть. Для любого, в принципе. Ну, вот начинается с соков, как всегда, шейк, ласси. За 90 рублей в таком месте. Вот есть регулярный, ну, завтрак. От 50 до 200 рублей. Можете позавтракать. Каша 100, 100, 200, 150 рублей. Жареные яйца 40 рублей. Супы 140, 250 рублей. Салаты 150, 200 рублей. Вот, хаумэйд паста. А 200 птиц до 400 рублей. Ну, особенно я соскучился. Вот, не был в Индии. С той зимы по свежевыжатым сокам. Ананасовый сок. Вот это сок папайи. Вот, попробуйте папайя сок, так как, ну, в России его особо вам никто тем более свежевыжатый не сделает. Если хотите пить именно натуральный сок, просите no sugar, no rice, чтобы без сахара и без льда. Лед здесь часто делается, допустим, из водопроводной воды, а не с чистой. Сахар. Зачем вам нужен сок и сахар? Они так... Ну, я не разбавляю, и мне нравится натуральный. Он не такой холодный, может, там, не сладкий. Если вы кислый, какой-то сок закатной, действительно свежевыжатый, натуральный. Попробуйте обязательно. Очень вкусный и очень полезный. Вот Кришна-стор. Ну, многие его называют Кришна-маркет. Здесь большой выбор овощей и фруктов, и можно их купить по доступным ценам. Вот, если ехать с Центрального Крифа, буквально там, вон он, впереди виднеется. Вот поворот на Центральный Криф, метров 200, в сторону Южного Крифа. От Центрального Крифа поворачиваете направо. Ну вот, большой выбор овощей и фруктов, особенно если вы занимаетесь аюрведой. Вот овощи, в основном, и можно только кушать. Вот как раз соки. 40 рупий, 60 рупий. Свежевыжатый. Вот я взял морковный сок, прям при мне его приготовили. Я вижу, что тут нет ни шуги, ни айса, ничего. Он чистый, свежевыжатый. Ну, здесь, скажем так, большой выбор и нормальный доступный цены не для туристов, а уже и для местных жителей. Но люди ищут, ну, буквально там, например, здесь 22 рупии помидоры, говорят, где они стоят, там 20 рупий. Ищут палаточки, ну, я этим как бы не заморачиваюсь. Вот Кришна Марки, в принципе, хороший, нормальный выбор. Если не будет, ну, не нужна экономия там 2-5 рупий, за килограмм можете здесь закупать овощи, фрукты и многие другие вещи. Давайте вам расскажу про аренду байка в Варкале, в Керале. Например, вот я снял новый байк. Вот вы видите, 5000 километров всего лишь проехано. Ну, зеркала нет, это его владелец открутил. Обещал мне завтра его вернуть. Вот новый байк. То есть, 300-350 рупий в день. Вот я прям, например, вот вместо Клифф. Здесь поторгуется. Сначала мне его за 400 в день предлагают. Снял на 3 дня. Я его снял за 1000 рублей на 3 дня. Вот в Варкале по дороге на главный пляж Папанасам бич. Здесь написано Варково бич на указателях. Вот здесь встречается такое озеро, где индусы купаются, стирают одежду. И недалеко есть храм. Вообще здесь еще сохранятся вот многие индусские традиции, религии. Но христианских церквей мало. Хотя в другой, в остальной Керале их много, здесь их мало в сравнении с Гуанш. Вот Папанасама бич. Ну, по указателям он Варково бич. Сюда заезд на байках есть нормальный. Вот как вы видите, здесь индусский пляж. Сегодня воскресенье. Вообще на пляжах всегда индусов больше всего в субботу, воскресенье на всех. Как вы видите, ну, если честно, делать здесь нечего. И просто посмотреть на местный колорит. Например, купаться у них считается, ну, каким-то грехом в это время. Так что, если уважаете киральские традиции, отойдите на европейский пляж. Вот такое вот море в Варково. Вообще здесь волны достаточно часто. По мне здесь волны больше, чем в Гуае, а не чаще. Спокойные моря здесь найти трудно. Вот на южном пляже есть вот такие вот красивые места. Чем дальше вы заберетесь туда, тем будет меньше народу и спокойнее. Чем дальше туда пройдете вдаль. Вот такая огромная, огромная полоса, где, ну, действительно, нету никаких шейков внизу. Практически зонтиков. Одни туристы. Вот цены на кокосы. Здесь 40 рупий желтый, 25 зеленый. Ну, в Гуае я таких цены близко не видел. За 25 рупий кокос не попьешь. Что меня очень радует, цены на кокосы. Вот мне приготовили желтый кокос. Мне больше нравятся желтые, они более вкусные. Вот туристы приехали в Варково. Однодневные экскурсии вокруг Варково. С вами Temple. Капель Бич. Старый Форд. Вот Анженбе Форд. Голден Айланд золотый Астрад. Все здесь, 20 километров. Я просто на скутере проеду. Это на скутере. Ну, мне больше нравится. Стоит 2000 рупий, чуть больше. Вот около Папанасан Бич расположен рикши-центр. Вот такие цены. Например, на Голден Айланд, я вам говорил, 600-500, когда всего лишь 250, если вы по официальным едете. До аэропорта на рикши 1000, до Кавалама 1400. До Форд Анженго 300 рупий. И таким образом вы можете взять one-day trip. То есть с 9 утра до 5 вечера вы можете ездить по всем местным достопримечательностям. Допустим, Капли Бич, Анженго Порт Энд Бич, Голден Айланд. И заплатить всего лишь 2000 рублей, объехать все достопримечательности, которые расположены рядом. В Варкале есть не только индусские храмы, но и мечети. Но вот в христианских церквей именно в Варкале я не видел. В Варкале достаточно проблемы с алкоголем. Да и во всей Керале. Официально продажа его запрещена. В местных магазинчиках вы его не найдете. И вот как раз я иду, и многие кафе предлагают как один из плюсов, что у них есть пиво. Но пиво здесь стоит в два раза дороже, чем в два. А даже если пива нет в меню, можете спросить. Вам достанут из-под полы. Ну, естественно, тоже по дорогим ценам. Так как лицензия на алкоголь для кафе стоит очень-очень дорого. Поэтому и пиво здесь в два раза дороже. В магазинчиках местных его просто нет. Все индейцы играют в крикет. Это их национальная игра. Это не самый популярный вид спорта. И вот в том числе и на парковке у Северного Клифа. С утра пока еще нет кучи машин. Вот идет игра. А зрители наблюдают. С утра небо очень часто, почти всегда затянуто в Индии тучами. Вот сейчас полдевятого утра. Вот видите, выходит солнышко с утра. Вот всегда, если в семь утра, были бы на небе вот такие тучи. Не переживайте. Это такая особенность индийского климата. Солнце будет всегда, если вы едете зимой. Где-то в 9, полдесятого оно начнет выходить. Но вот я как раз поехал на скутере. Вам рекомендую, если вы едете на скутере на дальнее расстояние, выезжайте с утра где-нибудь в 8, если встаньте в полвосьмого. Это очень комфортная погода для того, чтобы доехать не по жаре. Так, вот вход в Джимангайи Темпл. Храм, которым идут более, около двух тысяч лет. Кому интересно, можете зайти вовнутрь. Только нужно разуваться. Любимое индийское слово это tomorrow. Вот я больше всего этого слова боюсь. Если вам говорят tomorrow, рассчитывайте точно, что завтра ничего не будет. Это два-три дня, и вам каждый день надо будет им напоминать что-то сделать. Так же, как я вот вчера просил защитное стекло и чехол для айфона. Мне сказали tomorrow, то есть завтра. Сегодня здесь ничего нет, человек забыл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok